МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. В торговле под контролем глава Чувашии проинспектировал работу крупных рынков в Чебоксарах. Нечем дышать, в Цивильском районе несколько дней горит свалка. Быть в форме. Чебоксарские юристы отметили день российской адвокатуры легкоатлетической эстафетой. Глава республики сегодня проинспектировал работу крупных рынков в Чебоксарах. Михаил Игнатьев интересовался ценами на продукты, наличием товаров от чувашских производителей и качеством обслуживания покупателей. Обо всем подробнее сюжет Дмитрия Ковалева. Практически все общепит, рынки остальные, районные, городские, и даже, самое главное, даже сети федеральные. А что, да? Отдельные. Все первые. Большинство торговых точек на Николаевском рынке открываются с раннего утра. В 7 часов начинается самый пик продаж. Первым делом Михаил Игнатьев остановился у палатки с овощами. Продукцию, выращенную на чувашских полях от привозной, глава республики отличает сразу. Маркослый класс, скорее всего, уже завозная. С Краснодарского, где-то с южных регионов нет. Огурцы, это не азербайджанские? Нет, это местные. Гулянские. Гулянские? Да, вот там. Правда, местных производителей жалуют не все. Изучая ассортимент продуктового киоска, Михаил Игнатьев заметил, что в холодильнике не выставлено ни одного чувашского напитка. Желающим утолить жажду, приходится приобретать зарубежную газировку. Они нам санкции, а мы их, вижу, поддерживаем. И, Нилиш, вот сколько я с вами говорю, вы, свои команды должны работать. Я не против, если 50% здесь отечественные товаропроизводители Российской Федерации, даже не чувашские. Мы нашими тоже сейчас начали, чтобы они поставляли бесплатно свои. Я не хочу, чтобы просьба следить, отслеживать и жестко подходить. Чувашские напитки изобилуют в холодильнике рыночного кафе. Слова благодарности вот ему, давайте успеху, удачи. А то, что вы зашли сейчас без предупреждения. Без предупреждения глава республики заглянула в мясной отдел. Это уже морозильники у вас, да? Да, это уже неплохо. Вообще, отмечают продавцы, на этом рынке для них создали идеальные условия для работы. Но и проблем хватает. Многие бизнесмены жалуются на увеличение налоговой нагрузки. Сейчас заставлять людей просто пересчитывать за даже прошлые годы и доплачивать за складки. Получается, сумма намного превышает, чем торговая площадь. И она, понятно, если за прошлые годы пересчитывать, накопилась. И людям нужно сейчас откуда-то взять и миллионы заплатить. Мы с налоговым встретимся, переговорим, что такого не было. И подкорритируем. Хорошо? В силу наших возможностей. Еще один вопрос – расширение проезжей части на улице Николаева. Сейчас здесь часто возникают пробки. Одна полоса дороги у нас там тупиковые получается. Это же постоянные пробки. Ладно, сейчас с утра нет пробок. Я специально оттуда проехал. Свои вопросы главе республики смогли задать и те, кто приехал с покупками на центральный рынок. Горожане пожаловались на работу общественного транспорта. Автобусы ходят с большим интервалом. В час пик в салонах – настоящая давка. Ответив на вопросы горожан, глава республики отправился изучать ассортименты цены. На этот рынок приезжают торговать и фермеры из районов. Теблицы большие у нас, поликарбонаты из обыкновенной пленки сделаны. Выгодно, поэтому мы занимаемся. Какие-то деньги все равно будут. Мясо на прилавках в основном от местных производителей. Говядина только чувашская, баранина только чувашская. В основном моргаушский, комсомольский, красноармейский баранина. Но продавцы жалуются на конкуренцию с федеральными сетями. Глава республики отмечает, покупатели могут привлечь магазины на колесах, где будут реализовывать только свежие продукты. Я вообще сказал, надо 50 автомашних проект запустить. По утрам они будут разъезжаться, рядом стоять или вставать с федеральными сетевыми магазинами. Это получается магазин в шаговой доступности. Ветераны, 5 рублей дешевле будет, они будут у вас покупать. Магазин в шаговой доступности недавно открылся и на Московском проспекте. Чувашская продукция на его прилавках представлена широко. Сюда ее поставляют напрямую с завода, без посредников. Покупатели от этого остаются выигрыши. На самом деле в этом магазине продукция чувашских производителей составляет где-то 75-80%. Я пообщался с продавцами, с покупателями, им нравится. Качество продукции, оно соответствуется всем тем санпин-требованиям, которые есть по нормативным правовым документам в Российской Федерации. Производители заинтересованы в реализации продуктов через фирменные сети. Власти республики им дают зеленый свет. В условиях конкуренции федеральные торговые сети будут вынуждены снижать цены на социально значимые продукты питания. Медрик Ковалев, Эндрик Шоклев, Республика. Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев провел в режиме видеоконференц-связи межведомственное совещание по профилактике и противодействию незаконным обороту наркотических средств. В совещании принял участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. В сети интернет сейчас активно рекламируются наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. Прокурорами страны выявлено свыше 9 тысяч запрещенных сайтов. Это вдвое больше, чем в 2013 году. Сергей Зайцев призвал руководителей регионов, возглавляющих антинаркотические комиссии, уделить особое внимание профилактике наркомании, особенно среди несовершеннолетних. Что касается Чувашии, в результате проводимой профилактики, за 4 месяца текущего года число выявленных наркопреступлений снизилось на 17%. В редакцию национального телевидения обратились жители поселка Канар Цивильского района. Около недели на территории Булдеевского сельского поселения горит свалка. На свалку свозят отходы с территории трех районов – Цивильского, Красноармейского и Канарского. 26 мая полигон загорелся. Едкий столб дыма ветром сносит в ближайшие деревни. Вокруг свалки расположено 7 населенных пунктов. Вот как пишут о пожаре пользователи одной из соцсетей. А рядом деревни, в которой приехали отдыхать дети к бабушкам на каникулы и дышать отходами из пластика и резины? Площадь возгорания на свалке составила 1 гектар. С пятницы удалось уменьшить площадь возгорания в 3 раза. В Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашии рассказали, что специалисты ведомства на днях проверили состояние полигона. Линия может происходить длительное время. Чтобы устранить это, нужно все-таки буквально залить водой все. А там землю засыпали. То есть кислорода ограничили. Закроют и погаснет все. Работа там велась. Наши выезжали туда, обследование провели. Материалы обследования направили для реагирования в Роспроднадзор и Роспотребнадзор. Роспроднадзор, поскольку эти организации, они такими объектами надзор осуществляют. Сейчас на свалке идут работы по ликвидации возгорания. Заготовлен запас воды, работает техника, которая разравнивает землю и трамбует поверхность полигона. Задействованы три самосвала, два бульдозера, один экскаватор. Завозится на свалку грунт и производится засыпка землей. В ближайшие два дня тление на свалке должно прекратиться, обещают специалисты. И жители смогут вздохнуть свободно. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Как нам стало известно, жители, которые до сих пор страдают от едкого дыма, обратились сегодня в общественную приемную главы Чувашии, где этот вопрос взяли на контроль. Основа любого хлебобулочного изделия – правильно приготовленное тесто. Тонкостей и секретов в этом деле больше, чем в каком-либо другом. Как сделать хлеб мягким и пышным, знает Ираида Якеева, работник Чубаксарского хлебозавода номер один. За многолетний и добросовестный труд ей присвоено почетное звание заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации. Именно здесь рождается хлеб. Мука, вода, масло и дрожжи. Из этих простых ингредиентов получаются хлебобулочные изделия. Ираида Якеева по профессии – тестовод. Именно она отвечает за вкус и качество готовой продукции. Муку пускаю сейчас. Вот сейчас она месится. Все у нас автомат. Сама она месит, сама поднимается. Хотя вся работа полностью автоматизирована, человеческий фактор немаловажен. Как признается Ираида Николаевна, к тесту нужен особенный подход. Тесту нельзя подходить к плохим настроениям. Тесто, она дышит. Но свою работу люблю. Настроение сама поднимается. В день таких чанов получается около 50. За каждым из них Ираида Якеева приглядывает лично. Где-то нужно немного подмесить, а где-то дать еще время, чтобы тесто надышалось. В зависимости от изделия, рецептура теста меняется. Сегодня, к примеру, из него готовят батоны. Спустя несколько минут из заготовок получаются ароматные, румяные и мягкие изделия. Тестовод следит за качеством своей продукции. Самый верный способ – попробовать на вкус. Ираида Николаевна работает на Чебоксарском хлебозаводе уже 35 лет. Сначала машинисткой, потом пекарем. В должности тестовода с 1988 года. Любовь к профессии у нее, что называется, в крови. Я замесила свое первое тесто, нас мама научила лет 15-16. Мы делали сами пироги. О полученном звании заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации Ираида Николаевна говорит с гордостью. Признается, эта новость была неожиданной и приятной. Теперь нужно трудиться усерднее, чтобы и дальше радовать горожан качественными продуктами. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. Как поддерживают сторонников здорового образа жизни и наставляют на путь истинных курильщиков, наблюдала Ольга Пырочкина. Остановка Площадь Республики. Слегка испуганных и застигнутых врасплох прохожих окружали волонтеры. Сегодня, 31 мая, у нас проходит акция «Чуваши без курения и без табачного дыма». Мы проводим анкетирование. Раздаем шарики и значки. Здоровые чуваши. Некоторые обмениваем на сигареты. Мы уже получили пачку сигарет. У нас вопросы такие, например, как долго они курят, что помогло им бросить курить. В основном результаты, ну, потому как мы уже провели анкетирование, многие не курят. И они очень возмущены, что вокруг них курят. Своё отношение к табаку респонденты высказывали не только в анкетах. На остановке устроили опрос. Волонтеры подходили к людям и спрашивали, за они или против курения. После того, как получали ответ, клеили соответствующий стикер под соответствующей надписью. Но результаты вы видите сами. Я сейчас, пожалуй, внесу свою лепту. Тем, кто в окружении, позитивной молодежи с плакатами против курения не побоялся сознаться. В пагубной привычке предлагали избавиться от сигарет и зажигалок прямо сейчас и проверить жизненный объем легких. Одним из курильщиков, который согласился подышать в трубочку, стал наш оператор. Максимально выдохнуть. Все. Так, смотрите. Норма обычно у мужчин это 88,6. У вас 82. То есть таким образом жизненная емкость, она снижена. И курение вам не на пользу. Если отказаться сейчас, вы еще можете изменить это состояние. Для курильщиков, которые при упоминании о вреде курения закатывают в глаза несколько фактов от специалистов. Из 150 миллионов ныне живущих россиян 20 миллионов убьет табак. 10% курильщиков умирают от злокачественных опухолей. Буквально до недавних пор Российская Федерация стала первой по потреблению табака и по производству. Это очень плохое лидерство и необходимо сделать все, чтобы как-то пойти потихонечку вниз, уменьшить как потребление, так и производство. И вот буквально свежая информация, что в Госдуму готовят внести законопроект о запрете курения на улицах. Мы провели собственный опрос. Он показал, запреты и штрафы курильщиков пугают не сильно. Другое дело – внезапное ухудшение здоровья. По статистике, 95% тех, кому раньше не хватало силы воли бросить курить, находят их после инфаркта или инсульта. Вы курите? Курю. А что может вас заставить бросить курить? Ну, не знаю, какая-нибудь болезнь, наверное. Был я в больнице. А инсульт был? Инсульт был. Я лежал в больнице. Сперва меня в отбор не пускали, потом разрешили в отбор выходить. Кстати, я вышел, там на территории больницы, вырыл ямочку небольшую, пачку положил туда, засыпал, как положено, поставил палочкой с крестом. И все, после этого не курил. Сейчас уже третий год не курю. Всем курящим наша редакция желает найти менее трагичный повод, чтобы бросить. Например, сегодня, во всемирный день без табака. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. Ученица кадетской школы номер 14 города Чебоксары Кристина Кузьмина стала победительницей всероссийского конкурса детского творчества МВД России «Полицейский дядя Степа». Более 10 тысяч человек приняли участие в открытом онлайн-голосовании на сайте МВД. Из 94 работ финалистов были определены 10 финалистов, в том числе и работа 9-летней Кристины Кузьминой. Юные таланты со всей России представили на региональном этапе конкурса более 5000 работ. В числе победителей всероссийского конкурса также участники из Сатарстана, Башкирии, Карачаева-Черкесии, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Мурманской областей. Им будут вручены призы от МВД России. Чебоксарские юристы отметили День российской адвокатуры. Традиция празднования остается неизменной на стадионе. Громкие аплодисменты и задорные речевки. Кто бы мог подумать, что сегодняшние болельщики в обычной жизни носят офисные костюмы и сыпят юридическими терминами. Спортивные соревнования адвокатам из Чувашии не в новинку. Легкоатлетический турнир проводится пятый год подряд. С каждым годом у нас виды расширяются. Женщины и мужчины будут 100 метров. Потом эстафета 4 по 100. То есть команда будет из двух адвокатес и из двух адвокатов. Потом у нас будет бег на 400 метров. Женщины и 700 метров мужчины. Мы получили подтягивания у мужчин, прыжки длины у женщин и заканчиваем мы перетягиваем канаты. С общероссийским праздником адвокатов Чувашии поздравил и глава республики Михаил Игнатьев. Вы выполняете ответственную миссию, выполняя свои функциональные обязанности, защищая интересы предпринимательского сообщества и всех тех граждан Российской Федерации, которые обращаются к вам. Это посмотрел программу и у вас футбол, мини-футбол. Это здорово. Ведете здоровый опыт жизни. За это вам низкий поклон. Еще до начала турнира лучшие были отмечены республиканскими наградами. Благодарность главы Чувашской республики была объявлена председателю коллегии адвокатов столичной Святославу Осокину и члену Совета адвокатской палаты Чувашской республики Владимиру Петрову. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Как продвигать стартапы в области IT и интернета? И какие возможности есть у современной молодежи для развития собственных интернет-проектов? Ответы на эти вопросы дал стартап Дэй, состоявшийся в эти выходные в Чубаксарах. Полезная информация далее. Моя с вами прощаюсь. До свидания. Целый день полезной информации для развития IT и интернет-бизнеса в формате серии докладов от экспертов рынка. Полезные знания и лайфхаки, нужные знакомства и вдохновение для самосовершенствования. Все это стартап Дэй, одним из организаторов которого выступила компания Инфолинк. Компания Инфолинк работает на рынке IT и Чубаши уже более 19 лет. У нас большой опыт в создании и продвижении стартап-проектов. И, конечно же, мы заинтересованы в развитии данной сферы. Поэтому мы решили стать организаторами мероприятия Стартап Дэй. В качестве экспертов мероприятия выступили представители Фонда развития интернет-инициатив, крупнейшего в Европе по количеству сделок, представители местных и московских IT и интернет-проектов, а также эксперты компании Инфолинк. Моя тема выступления будет посвящена опыту и разработке приложения мобильного ТВ. Когда мы создавали свое приложение мобильное, мобильного телевидения, мы руководствовались той идеей, чтобы каждый житель России, выезжая за ее пределы, мог смотреть русскоязычные каналы у себя в телефоне. И более того, мы в свое мобильное приложение добавили местные каналы для того, чтобы жители отдельных регионов, отдельных районов Чувашии могли смотреть любимые телеканалы на родном языке. Приложение Lime TV уже известно жителям Чувашии. Его можно скачать в Google Play и App Store Market абсолютно бесплатно. В приложении уже доступно 45 каналов, в том числе местные. Но компания Инфолинк не собирается останавливаться на достигнутом. Мы хотим добавить все более новые каналы. Это спортивные каналы, детские каналы. То есть для того, чтобы увеличить потенциальную аудиторию пользователей мобильного приложения. Стартап Дэй собрал более 100 участников, которые смогли получить ответы на свои вопросы о развитии и продвижении IT и интернет-проектов, найти новые полезные знакомства и потенциальных инвесторов для своего будущего бизнеса. Оксана Очкасова, Андрей Спиридонов, Республика. Сварщики, сантехники, электрики, монтажники, каменщики, кровельщики. Иными словами, рабочие профессии, высокая квалификация. Какой бы ни была экономическая ситуация в стране, они всегда входят в топ-10 востребованных специальностей. Освоить эти профессии, повысить квалификацию, пройти переподготовку, научиться работать самым современным высокотехнологичным оборудованием предлагают в многофункциональном центре прикладных квалификаций «Умный дом». Его в рамках реализации майских указов Владимира Путина в 2014 году создали на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Отделением дополнительных образовательных услуг разработано более 52 рабочих программ по подготовке рабочим профессиям. Из них 32 профессии. Это непосредственно подготовка и переподготовка повышения квалификации работников отраслей жилищно-коммунального хозяйства, строительства и энергетики. В структуру центра входит несколько образовательных площадок. Одна из них – учебно-производственный полигон «Умный дом». В лаборатории современной электронной сантехники учащиеся ознакомиться с последними разработками в этой области – особенностями процесса монтажа, эксплуатации, ремонта. Мы изучаем санитарное оборудование, последовательность монтажа данного оборудования, способы установки и регулирования. Я думаю, что знания, данные мне в этой лаборатории, помогут мне найти работу и быть востребованным на рынке труда. Про эти обучения здесь могут даже те, кто по профессии сантехникой не связан, но хочет разбираться в этом вопросе, к примеру, при замене сантехнического оборудования у себя дома. В лаборатории изучения вентиляции и испытания котлов занимаются в основном те, кто уже имеет рабочую специальность, но хочет стать специалистом более широкого профиля или изучить новинки. Работаю с варчиком. Сюда пришел я, чтобы повысить квалификацию для себя же и на будущее. Мы изучаем теплоизоляцию и газовые котлы, кондиционирование. И как бы на будущем, может быть, и в профессии поменяется. Это очень хорошо оплачивается. В первую же для молодежи, конечно, это очень важный вопрос. Для сотрудников управляющих компаний, представителей ТОС, ТСЖ и всех, кто хочет грамотно управлять домом и экономить на отоплении, водоснабжении и других коммунальных услугах, в центре тоже есть весьма познавательный курс. Здесь можно изучить принцип работы автоматизированного теплового пункта системы отопления в зависимости от погодных условий и параметров тепловой сети. В большинстве домов уже стоят автоматизированные блочные управления, отопления и горячее водоснабжение. Поэтому специалисты такого профиля будут очень востребованы. В лаборатории автоматизации инженерных сетей специалистов обучают управлять сетями дистанционно, то есть с одного пульта или места, а программировать температурный режим в отопительный период. Здесь изучают контрольно-измерительные приборы и все виды датчиков. Для изучения современных энергосберегающих технологий в центре создана лаборатория альтернативных источников энергии. На территории техникума функционируют ветрогенераторы, солнечные панели. Они не только служат учебным пособием, но и частично обеспечивают центр электричеством. Еще одна образовательная площадка центра – учебный центр повышения квалификации «Техно-Николь» Строительная Академия. Здесь все желающие могут пройти обучение по использованию новых кровельных материалов и гидроизоляции фундаментов. Обучение проводится по следующим направлениям. Устройство плоских кровель из битумно-битумно-полимерных материалов. Устройство плоских кровель из полимерных мембран. Гидроизоляция строительных конструкций. Устройство кровель с применением гибкой черепицы «Шинглос». Утепление фасадов. Строительные темпы ежегодно растут. Появляются новые строительные материалы и технологии. Наши специалисты и рабочие постоянно проходят обучение в учебном центре. После обучения рабочих специалистов зарплата где-то на 15-20% повышается. Потом ускоряются темпы строительства и качество выполняемых работ. Группы для обучения формируются по мере набора. Вся информация о центре, учебных программах, стоимости и сроках обучения на сайте Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Продолжение следует...